приветствую всех на своем канале меня зовут анна это мой канал волшебные спицы санны решила я сегодня поэкспериментировать так можно сказать да но так как у меня этот моточек один решила записать не знаю буду выкладывать это видео не буду будет ли она полезным или нет но мне как бы хоть хочется значит я показывала что эту пряжи покупала для пробы это у меня стопроцентный акрил на 100 грамм 360 метров производитель это у нас камгар не знаю как правильно как куда ударение ставить но это турецкий производитель вот называется сиси baby кейк я так думаю такая интересная расцвет . но как вы видите вот этот зеленый цвет он прямо резко отличается вот здесь получается как будто меланжу так переход от бедлого к темному а здесь получается у нас прям темный темный цвет и вот я хочу вот этот цвет вытащить из светлых оттенков связать комбинезончик а вот из этого цвета далее до связать уже какую-нибудь курташечку не ну не крутят не курточку а думаю какую-нибудь кофточку вот смотрите вытащила я очень легко отделяется и смотрите какой резкий тут переход вот ну я без зрения совести это дело вот акцию отрезаю и вот я разделила эти два матка сейчас я пойду вязать вот с этого начну вязать а это я оставлю потом но потом из этого свяжу уже верхнюю курточку пицца я возьму здесь прянуть какие-то где-то ну все-таки двоечку да будет у меня плотное вязание ну посмотрим посмотрим с двоечки начну а там посмотрим может быть и были виду на два с половиной посмотрим скажу вам потом подключусь ну что хочу показать вам свои итоги моего эксперимента как говорится в комбинезончик а не случилось почему объясняю то что я вот довязала получается взяла связать круглую кокетку довязала все до серединке получается до пояса гуколки далее почему-то подумала что сейчас то немножко мне пряжи то хватит на то чтобы разделить до что на штанишки вязание но там непонятно дальше как будет выкладываться пряжа не хотелось мне одну сторону допустим одну штанинку связать одного цвета в другую штанинку связать другого света и все-таки пряжа такого секционного окрашивания на больше лучше открывается вы в таких изделиях да там в платьюшках там а можно там кардиганчики вязать ну там где ну по большой получается полотно но это мое сугубо личное мнение и поэтому плавность комбинезона и как пришла она плачка я значит нашла в при в принтере стен ажурную схему ажурной кокетки немножко ее переделала адаптировала для того чтобы она не была такая большая ну вот то что у меня получилось это вот мой как бы эксперимент мне равно такой солнце платье солнце клеш получилось то есть она даже не нахлёст ничего а чисто такое сон солнце видите идеальный получается круг что хочу сказать по пряжа до вязать она вот когда вяжешь ее она немножко все-таки поскрипывает двойка для этой пряжи спицы тонковатый конечно же можно взять где-то два с половиной размер увеличить спицы до двух с половиной и нефну не вязать все-таки с этой пряжи ну такие вот изделия да там как платьюшки потому что она получается но не таким нежным да и таким так можно сказать вроде как мне платьишка нравится да но не хватает какой-то вот легкости мне немножко отпарила данное полотно она стала более такое не торчащие да она немножко стала такой складочками так вот если посмотрите вот но больше экспериментировать я таким образом не буду и я решила для себя что я буду вязать из этой пряжи только верхнюю одежду то есть там кардиганчики можно джим пирог какой-нибудь там связать но точно не платье вот ну такой не у меня неудачное было решение мое но все-таки она имеет место быть вот она связалась и она у меня есть я постараюсь повторить данное платье другой в другой пряже более тонкой вот не знаю смогу ли я повторить вот этот узор потому что я его как-то так от себя что-то что-то провязала по схеме что-то по-своему провязала что-то убавила здесь убавление вообще-то мое тут придуманное придуманное но я думаю что по узору я тут разберусь именно по узору и попробую это не плачешь к повторить так-то мне узор очень нравится такой удачный удачно подобранный ну пряжи тут у меня как видите вот еще осталось вывязана была вся серединка светленькая а вот ну свет тут идет от мятного светло мятного и вот заканчивается все темнее и темнее получается давайте попримерим на куколку я еще толком даже ее не мерила после того как отпарила платьишко кокетка это круглое села прям идеально красиво нигде ничего не топорщится все хорошо вот здесь застежка на двух на две пуговички сделано и потом уже соединяла в круг и вязала уже платьишко по кругу ну вот так она смотрится в принципе так-то неплохо так она но неплохо но все равно все таки такого типа платья мне кажется нужно все взять то можно потоньше нитку там взять взять пух норки допустим ангорку вот если хочется как будто бы легкое что было платье и в то же время тепленькая да ну и конечно же средней пряжи это будет смотреться куда интереснее вот ну наверное все таки придется закончить этот образ здесь наверное сделаю какой-нибудь попробую во всяком случае знаете это не испортит все хочу попробовать выше вышивку я когда-то детстве я не знаю это делала вышивку рококо эти цветочки лепесточки сейчас я ничего не помню то есть это будет вот первое первое мое такое пробная пробная работа но все равно украсу что-то прямо просится вот здесь какую-то как будто буброшечку вот и свяжу какие-нибудь такие сапожки топотушки вот ну чтоб платьишко было закончено и да вот такой мой эксперимент в принципе неплохой это вот у меня получается работа считайте за один день сделан сделано как говорится один день одна готовая работа мне ну конечно не обошлось без распусков я здесь сначала взяла набрала большее количество петель и было очень широко потом пришлось распустить и как бы я уже подобрал для себя оптимальный результат в одну и как бы результатом я довольна но все девочки вот такой вот мой эксперимент может быть будут так периодически записывать как у меня все двигается продвигается промежутки я хотела конечно подключаться но не хотелось там в принципе оказать ничего было пока я вот это полотно не отпарила узор так вот не раскрылся так там бы ничего не было бы видно но все всем спасибо за то что остаетесь со мной на канале что смотрите вот ваша поддержка мне очень нужно все всем пока пока до следующих подключений